Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В центре города неравнодушные прохожие спасали лошадь. Животное упало прямо посередине улицы. Ее обливали водой и пытались поднять. Кто виноват в том, что животное пострадало, выясняла Ксения Терзи. Эти кадры взорвали интернет. На улице Греческой от изнеможения упала лошадь. Два часа одесситы, волонтеры и спасатели пытались реанимировать животное. Ольга Целинская также стала свидетелем инцидента. Поливали водой. Это обязательно. Дело в том, что я так понимаю, что этот француз, который оказывал первую помощь, он сам определил без ветеринара, что это тепловой удар. Ветеринар, который прибыл, впоследствии осматривал эту лошадь, уже когда мы лошадь сопровождали в конюшке, подтвердил, да, это тепловой удар. В полиции заявили, по данному факту внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований. Владельцу лошади грозит до трех лет лишения свободы. Помощник конюха пытался ее привести в чувство, применяя при этом к ней насилие в виде различных шлепков, ударов по голове, по телу лошади. На следующий день на Дерибасовской в самый солнцепек вновь стоят лошади и пони. Документов на животных, как обычно, при себе нет. Но владельцы заверяют, что за своими животными ухаживают. Мол, инцидент случился, потому что лошадь загоняли и не поили. Если было бы ее жарко, она была бы вся мокрая. Она не мокрая, то есть, видите, то есть, когда жарко, мы идем, они потеют. Сейчас она не потная, то есть, все хорошо. Покататься на пони в среднем это 50 гривен, и это всего полквартала. А вот проехаться на карете больше тысячи. Со вступлением в силу нового закона за негуманное отношение с животными виновному грозит вполне реальный срок и лишение свободы до 8 лет. Ксения Терзи, Виталий Прус, Думская ТВ. Умер в борьбе за победу. Участнику соревнований гонка нации в Одессе стало плохо. Во время забега. 30-летнего жителя области госпитализировали. Однако спасти мужчину не удалось. Причина смерти будет известна после судмедэкспертизы. Отмечу, соревнования проходили на выходных. Участие в них приняли более тысячи человек. На забегах присутствовали более ста волонтеров и спасателей. На месте дежурили три кареты скорой. На маршрутах были организованы пункты гидротации. Город парализовали велогонки. Мэр недоволен. Речь о соревнованиях, проходивших в минувшие выходные. Одесса Гран-при и Тур-Дерибас. Для проведения мероприятий был перекрыт ряд улиц. В совокупности с ремонтом дорог это создало огромные пробки. Выстоять в них было особенно сложно с учетом жары. На Киевской трассе, когда проходил областной этап, пробки. Люди стоят в пробках с детьми, автобусы и так далее. В Одессе тоже жара невыносимая. Люди стоят, перекрыто движение. Город Одесса. Мы за спорт, за проведение мероприятий. Но нам необходимо также это делать так, чтобы и жители чувствовали себя комфортно. Осенью продукты питания подорожают на 15%. В этот список попали хлеб, молоко, мясо, овощи и фрукты. Стоимость промышленных товаров вырастет на 26%. Об этом сообщает Украинский аналитический центр. Эксперты прогнозируют новый виток инфляции, а с ней – рост цен. Экономист Александр Ахрименко связывает это с повышением минимальной заработной платы в Украине. По данным центра, больше половины семейного бюджета уходит на продукты. Еще пятая часть – на оплату коммунальных услуг. Если сравнить 2013 год с нашим, можно же такое сделать. У нас фактически любой украинец единственное может больше купить только картошки и морковки. Там плюс, действительно. Все остальное мясо, молоко, бензин – везде в минусе. Да, у нас номинальная заработка выросла. Но, к сожалению, она выросла таким образом, что стимулировала рост цен. Их служба и опасна, и трудна. В Одессе отметили вторую годовщину создания национальной полиции. Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли в парке Шевченко. Подробности далее в сюжете. Демонстрация новой техники, обезвреживание бомбы и приемы рукопашного боя. Одесские полисмены в свой профессиональный праздник не почивали на лаврах. Хотя, по мнению губернатора области Максима Степанова, правоохранителям есть чем похвастаться. Есть самый главный результат вашей работы – улыбающиеся люди на улице, люди в безопасности. И это все обеспечиваете вы. Я хочу вам пожелать ваш праздник как можно больше улыбок. Я хочу вам пожелать здоровья. Глава Одесской полиции Дмитрий Головин вручил лучшим сотрудникам ведомства почетные грамоты и награды. Старший антополитик Белик Оксану Станиславовну. Старший инспектор управления информативной поддержки. Это очень маленький возраст. Но с каждым годом мы становимся взрослее. Качественнее будем делать работу свою. Второй фронт у нас здесь внутри. Внутренний враг есть. Это криминал. И мы с ним должны бороться. К поздравлениям присоединяются Роман Семенов, Евгений Войтенко и Вся Думская ТВ. Дело об избиении журналистов и общественников 19 февраля снова перенесли. Причина – неявка четверых потерпевших. Единственным обвиняемым в процессе является бывший вице-губернатор Александр Орлов. Напомню, 19 февраля 2014 года группа неизвестных напала на участников мирного митинга, которые выступали против расстрелов на Киевском Майдане. Следующее заседание состоится 7 сентября. Суд попытается выяснить местонахождение потерпевших. На побережье появится эстакада. Чиновники обещают, автомобилей там не будет. Таким образом, трассу здоровья хотят продлить до 16 фонтана. С ее помощью 10-ю станцию Большого фонтана планируют соединить с 11-й. Основание эстакады – 6 свай. Приступить к строительным работам в мэрии планируют уже в конце сентября. Получены все необходимые технические условия. Проект прошел строительную экспертизу полностью. И что нам позволило объявить тендер. В 20-х числах сентября мы планируем начать работы по эстакаде. Там 6 основных опор, на которых будет размещена эстакада. Она будет исключительно пешеходно-велосипедная. И это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова